Здравствуйте! 23 мая мы отмечаем День китов и дельфинов. Все дельфины, айши-белухи, косатки, кашалоты и киты относятся к отряду китообразных. Это группа животных, которые всю жизнь проводят по воде и никогда не выходят на сушу. Они самые крупные и наиболее разумные морские животные. Китообразные млекопитающие. То есть это животные, которые рожают живых китенышей, кормят их своим молоком, заботятся о них до тех пор, пока малыши не вырастут. В отличие от рыб, китообразные дышат атмосферным воздухом, а не тем, что растворен в воде. И для дыхания они используют легкие, а не жабры. Китообразные – это близкие родственники людей. У них очень большой мозг, а еще есть своеобразный язык, с которым они общаются. Китообразные обладают рядом уникальных приспособлений, отличающих их друг от друга. Передние конечности превратились в грудные плавники. Задние исчезли совсем. Вместо них мощный хвост и спиной плавник. Каждый плавник выполняет свою задачу. С помощью передних плавников грифин движется, удерживает себя на нужной глубине, поворачивает, тормозит. Спиной плавник придает большую устойчивость телу в воде. Также это орган терморегуляции. Если киту и дельфину нужно охладиться, они отдают избыток тепла через этот плавник. С помощью хвоста дельфин выражает свои чувства. Как можно отличить дельфина от акулы? Дельфин – животные, а акула – рыба. Но они похожи к воду собой. Обратите внимание, у дельфинов хвост производит вертикальные движения. Хвостовые плавники у них расположены горизонтально. У рыб, в том числе и у акулов, все наоборот. Плавники размещены вертикально, а хвост движется вправо и влево. Чтобы дышать, дельфинам обязательно надо выныривать на поверхность. У них есть специальный орган – дыхало. Это своего рода нос на затылке. Во время вдоха дыхало открывается, а под водой оно закрывается плотным клапаном. У дельфинов одно дыхало, а у китов два. А фонтаны, которые пускают киты, это вовсе не вода, а отработанный в процессе дыхания воздух. Дельфины относятся к группе зубатых китов. У таких китов челюсти удлинены и похожи на клюв. Его называют рылом или рострумом. Вот этот клюв. Над рылом нависает большой лоб, по-научному мелан. Это такая жировая подушка, которая является акустической линзой. У дельфинов схожи с человеком органы чувств – зрение, осязание, вкус и слух, но они почти лишены обоняния. Дельфины слышат звуки, улавливая колебания внутренним ухом, но большая часть звуков улавливается через межную челюсть. У всех китообразных есть уникальная способность – эхолокация. Это основной способ ориентации китообразных в пространстве. С помощью звуков они создают в уме картину того, что их окружает. Двигаясь в воде, дельфины издают особые звуки – шелчки. Эти звуки доносятся до всего, что есть в воде. До предметов, до других дельфинов и животных, до рыб. Отразившись от препятствия, звук возвращается обратно к дельфину. И так дельфин определяет расстояние до предмета, его размер и даже из чего он сделан. У каждого дельфина индивидуальный свист, по которому его можно узнать. Дельфины умеют копировать звуки своих сородичей и созывать членов стаи. Шелчками свистов они общаются между собой. Язык дельфинов, то есть вкусовые ощущения, какие у них. Язык у них хорошо различает вкус и с его помощью они понимают съедобную пищу. Зрение у большинства дельфинов хорошее. Некоторые одинаково хорошо видят и в воде, и в воздухе. Дельфины часто высовывают голову из воды, чтобы оглядеться. У дельфинов очень чувствительная кожа. Они используют осязание для общения друг с другом. Своё дружелюбие показывают, прикасаясь брюшками и плавниками. Вечным дельфинам осязание помогает охотиться. Интересный факт. Дельфины не спят полностью, как люди. Одна половина мозга у них всегда водствует и контролирует тело. Если бы дельфин заснулся в сен, он бы попросту утонул и задохнулся от нехватки кислорода. Дельфины – стадные животные. Большинство видов живут большими семьями или хотя бы группами на несколько особей. Вместе они играют, охотятся и даже воспитывают малышей. Детёныши дельфинов рождаются под водой и похожи на уменьшенную копию взрослых. Чтобы дельфиненок сделал первый вдох, мама выталкивает его на поверхность. Детёныши отдыхают, положив грудной облавник на бок матери. Дельфиннята остаются со своей мамой в течение двух-трёх лет. За это время мама их воспитывает, учит, как себя вести в стае, как охотиться. Также у дельфинов есть свой детский сад. Когда взрослые дельфины уплывают на охоту, за малышами присматривают так называемые тётки. Это молодые дельфины, у которых пока нет своих детёнышей. И дельфины очень любят игры. Это не только забавы, но и обучение. В стае охотиться гораздо проще. Способы охоты у дельфинов разные. Например, они умеют загонять рыбу на берег, где легко её подбирают. Этим пользуются рыбаки, поэтому они считают дельфинов своими помощниками. А ещё дельфины устраивают так называемые карусели. Они подныривают под косяк рыбы, оттесняя его к поверхности. Затем они плавают вокруг рыбы, пока та не собьётся в плотный шар. После этого дельфины проплывают сквозь шар, поедая столько, сколько могут. И почему же люди так любят дельфинов? Есть свидетельство, когда дельфины спасали людей от акулов. А ещё они спасают утопающих. Кроме того, дельфины очень любопытны. Они сами приближаются к людям, играют с ними. Некоторые дельфины предпочитают жить поближе к побережью, рядом с людьми. Также, благодаря своей сообразительности и дружелюбию, дельфины прирождённые артисты. Они легко выполняют команды людей, запоминая их жесты и долгаться дрессировщика. Это вы можете увидеть в дельфинариях. Ну и какие же у нас бывают дельфины? Большая часть дельфинов живёт в морях и океанах. Их насчитывается примерно 50 видов. А кемические дельфины похожи между собой внешним видом, окраской. Но, конечно, есть и свои различия. У многих дельфинов чёрно-белая окраска с разными вариациями. У атлантических белобоких дельфинов на хосте жёлтые полоски. У бутылконосов дельфинов и у полосатых тихоокеанских дельфинов на подушках есть розовые пятна. А длинноклювый дельфин из Тихого океана самый необычный. Его кожа может быть белоснежной или розовой. Разные дельфины и по своим повадкам. Некоторые любознательны и игривы. Насяково прыгивают из воды, любят подпылать к яхтам, к людям. А другие застенчивы и выныривают лишь на короткое время. У кого-то большие семьи, а у кого-то нет. А речных дельфинов – меньшинство. Они живут в реках и озёрах, в пресной воде. Блительная жизнь в реках отразилась на их внешнем виде. У них удлинённые, похожие на пинцет, челюсти, что облегчает поиск пищи в выистом грунте. Зубки мелкие. Им неудобно ковыряться на дне и хватать мелкую рыбу. У речных дельфинов – подвижная шея. Позвонки не срослись, как у океанских дельфинов. У них более гибкий позвоночник, что позволяет передвигаться на муководье. А ещё у речных дельфинов – очень маленькие глазки. В мутной воде они почти утратили зрение. Там оно без надобности. Есть и совсем слепые дельфины. Зато у речных дельфинов очень хорошо развито осязание. Для этого на рыле у них есть осязательные волоски – вибрисы. Именно дельфины как бы ощупывают воду и дно в поисках пищи. У морских дельфинов таких волосков наделят мир. Они хорошо видят. А речным дельфинам зрение почти заменяет эхолопация. К сожалению, у речных дельфинов осталось всего несколько видов. Их можно встретить в реках Южной Америи. Это Амазонская Иния, Саталия, Лапландский дельфин. В индийских реках Ганг и Инд живут два родственных вида – Сусук и Пхулан. Эти дельфины как раз совсем слепые. В Юго-Восточной Азии обитает необычный ирвадийский дельфин. У него шарообразная запругленная морда, и он напоминает илуху. В Китае известны два видачных дельфинов. Китайский белый или розовый дельфин имеет светлую окраску и своеобразный горд под спинным плавником. А вот китайский речной дельфин Бай Цзы, к сожалению, считается вымершим с 2007 года. К сожалению, люди приносят дельфинам много проблем. Они загрязняют моря и реки, вылавливают столько рыбы, что дельфинам не хватает еды. А еще тысячи дельфинов каждый год погибают в уголовных сетях. И некоторые виды дельфинов находятся на грани вымирания. Но зоозащитники предпринимают много усилий, чтобы изменить ситуацию. И мы надеемся, что когда-нибудь и в Китае дельфины снова появятся в большом количестве. И в других местах дельфинов тоже станет гораздо больше. Дельфинах мы называем своими друзьями. Об этом, а еще о других интересных фактах роботских обитателей, вы можете почитать в постановательных инцентритегиях для детей. Приходите к нам, как они. Продолжение следует...